Друзья, всем привет! Вы на канале InterTool, а это видеоинструкция к пневматическим краскопультам InterTool системы LVLP. Поставляются они в картонной упаковке и поставляются сразу с быстроразъемным соединением европейского типа, которое позволяет быстро и надежно подключить краскопульт. Краскопульт имеет отличный дизайн, удобно лежит в руке за счет эргономичной рукоятки и относительно небольшого веса. Это дает ему отличный баланс, вследствие чего оператор меньше устает в процессе работы. Удобно расположены и элементы управления, такие как курок, регулятор подачи воздуха, увеличивающий или уменьшающий количество подавима воздуха в краскопульт, подача материала, ограничивающий ход иглы и регулятор ширины факела. Последний легко регулируется той же рукой, которая держится пистолет, плавно изменяя форму факела от круга до сплюснутого эллипса. Кстати, усики на краскопульте поворачиваются, вследствие чего изменяется и угол распыления материала от горизонтального положения до вертикального. Сам курок имеет два положения в нажатии. Первичное нажатие курка открывает подачу воздуха, с дальнейшим нажатием уже подается им материал. Отличительная черта каждого краскопульта это система покраски, в данном случае это система LVLP. LVLP это аббревиатура, которая значит Low Volume, Low Pressure, а в переводе это низкий объем воздуха, низкое давление. Для этой системы покраски характерны низкие показатели потребления воздуха и давления. Эти характеристики обеспечивают низкое туманообразование и высокое качество нанесения лакокрасочного материала на поверхность на уровне до 90%. Вся краска достигает рабочей поверхности и ложится на нее ровным слоем. Давление, требуемое для работы данных краскопультов, составляет полторы атмосферы, а количество потребляемого воздуха в диапазоне от 150 до 200 литров в минуту. Такое давление обеспечит любой привычный компрессор. А вот по количеству воздуха нужно выбирать компрессоры с производительностью от 200 и более литров в минуту. Такие компрессоры дадут бесперебойную подачу воздуха под требуемым давлением и позволят качественно выполнить работу. Кстати, регулировать давление на краскопульт можно, установив сразу на краскопульт регулятор давления с манометром. Обратите внимание, что в комплект поставки он не входит. Для подачи воздуха на вот эти краскопульты нужно выбирать шланги с внутренним диаметром от 6 мм. Для подачи материала на краскопультах установлен в зависимости от модели краскопульта пластиковый или металлический бачок объемом 600 мл. Пластиковый бачок позволяет контролировать количество оставшегося материала, а металлический обеспечит возможность работы с агрессивными лакокрасочными материалами. У всех краскопультов расположение бачка верхнее, что обеспечит лучшую развесовку, а соответственно и удобство в работе. В краскопультах PT-01-34 и PT-01-33 установлена форсунка диаметром 1,4 мм, которая отлично подходит для большинства автомобильных красок, а также различных лакокрасочных материалов при обработке дерева. В краскопультах PT-01-31 и PT-01-32 установлена форсунка диаметром 1,3 мм. Она отлично подходит для нанесения лака и акриловой краски. А в краскопультах PT-01-35 и PT-01-36 форсунка 1,8 мм. Она применяется для работы с водоэмульсионной краской и жидкими грунтами. Стоит упомянуть, что детали форсунки и воздушной головки изготавливаются из латуни и нержавейшей стали. Латунь обеспечивает плотность прилегания деталей, а нержавейшая сталь препятствует возникновению коррозии. В отличие от многих других пневматических инструментов, краскопультам не требуется смазка, так как масло может попасть в краску и испортить работу. Испортить результаты работы может также влага и частички пыли и грязи. Чтобы очистить воздух, подаваемый на краскопульт, требуется установить фильтр очистки воздуха. Он очищает воздух из компрессора от влаги, масла, пыли и других примесей. Обязательное условие для долгой и исправной работы краскопульта – это его чистка. Обязательная чистка краскопульта после каждой покраски обусловлена тем, что если его вовремя не промыть, то грунтовка, лак и краска могут засохнуть и забить каналы распылителя, тем самым сделав невозможным качественное использование краскопульта и его дальнейшую эксплуатацию. Напомню, чистку проводим каждый раз после завершения работы. Провести чистку можно двумя способами. Первый способ – не разбирая краскопульт, заливаем в бачок растворитель и распыляем его, пока на выходе не будет чистый растворитель. Так можно делать после каждой покраски. Второй способ – полностью разобрать краскопульт, промыть растворителем и тщательно очистить его с помощью специальных щеточек. При интенсивной работе краскопультом такой способ очистки нужно применять не реже одного раза в неделю. По мере износа нужно заменять детали краскопульта, такие как, например, пружины, уплотнительные кольца, регулятор факела распыления краски и форсунку. Все это можно найти в ремонтных комплектах краскопульту от производителя. А если вам интересно, как провести замену таких деталей, напишите обязательно об этом в комментариях. Тогда мы сделаем отдельное видео для вас на эту тему. Друзья, на этом у меня все. Надеюсь, это видео было вам полезно. Не забывайте клацнуть палец вверх и подписаться на канал. У нас всегда много полезных и интересных видео. Отличного настроения. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok